Победа КамАЗа Ну, считаю заслуженной победой КамАЗа. Мы, скажем так, проиграли по делу. Но причина, наверное, это наше дело. Будем разбираться. Поэтому поздравляю КамАЗ с победой. Кик, металь. Вопрос про переход Галя Апигарова. Что можете сказать? Поздравляю вас, что перешел к вам нападающий, который забивает. Ну, он вас, не знаю, пока не забил, но это игрок, который может решить эпизод. Поэтому мы потеряли футболист, который лучшим бомбардиром у нас является до сих пор. Дмитрий Юрьевич, была информация, что в прошлом году у команды были серьезные финансовые проблемы, едва не распустили. Ну, точно так же, почти как у нас в свое время. Вам выделено вроде как из бюджета областного 20 миллионов. Не сказывается это на игре сейчас? Или, может быть, сказывается, но спортивная злость просыпается? Да я не думаю, что как бы причина поражения в каких-то вопросах вот этих денежных. Все вопросы в том, что мы потеряли 12 человек зимой и взяли новых футболистов. Простите, сколько потеряли? 12. 12? Да. Вот. Поэтому здесь вопрос не в том, что дали, не дали денег. Раз мы играем, значит, футболисты должны выходить профессионально, свои функции выполнять. А другое дело, что, ну, команда, когда собираешь, какое-то время нужно. Тот же КамАЗ, да, не потерял практически ни одного из лидеров своих и усилился еще точно. Килл Голиакберов, Газданов – это игроки, которые способны усилить во второй лиге любую команду. Вот. Мы же потеряли порядка шести человек стартового состава, поэтому нам пришлось опять перестраиваться. Поэтому, наверное, в этом проблема, но никак не в том, что сейчас это не должно влиять. Вопрос, наверное, что футбольная команда не создается за один-два месяца, ее нужно как бы готовить. Я думаю, что ему в этом, наверное, проблемы, но на сборах мы играли неплохо. Сегодня нам, я пока не готов сказать, что не хватило для того, чтобы достойно сыграть. И много субъективных, объективных причин. Ну, мы в них разберемся потихонечку, будем двигаться дальше. Но, тем не менее, ваша команда на втором месте. Вы потеряли игроков в ходе этого турнира, я имею в виду, в ходе… И, тем не менее, идете на втором месте с новыми игроками, 9 человек. Ну, мы пока сыграли всего две игры во второй части. Поэтому, говорить о том, что закончим мы в тройке или не закончим – это вопрос такой, открытый. А, наверное, все-таки тот задел, который был сделан ребятами осенней части, за счет этого мы идем на втором месте. Пока весной нам, скажем так, есть много над чем работать. Это понятно. Вы… Вот… У вас стратегическая цель какая, если не секрет? Вот КамАЗ нацелился на Еврокубки. КамАЗ хочет вернуть былую славу или хотя бы то, что у него было? Вы в этом сезоне хотя бы чего хотите? Ну, я не готов озвучить задачу про Еврокубки. Вот. Это точно, совершенно. У нас стратегическая задача – доиграть до 27 мая, до того момента, как нам выделены деньги. Вот. Дальше руководство будет решать, скажем, задачи дальнейшего финансирования команды. Это вопрос пока открыт. Это если про стратегию. Потому что стратегия, она должна строиться на какой-то длительный период. Но у нас же пока этот период заканчивается в мае месяце. Поэтому дальше я не могу, не готов комментировать какие-то вещи, будут ли у нас какие-то стратегические задачи или нет. Но в сезон летом, да, мы входили с твердым намерением пройти как можно дальше в Кубке, для того, чтобы наш небольшой, скажем так, город привести. Хорошую команду. Эту задачу мы решили, сыграв с Крыльями Советов в 32-й финале. Собрали полный стадион, 5000 зрителей. И была задача попасть в тройку по итогам сезона. Мы шли на третьем месте по осенней части. А вот дальше произошли немножко другие моменты от нас, независимые. И сейчас, как бы, нам никто никаких задач ни стратегических, ни текущих не поставит. Ставьте, выходите на первое место и ставьте их перед фактом. Пусть деньги дают. Хорошая команда. Ну, хотел бы поздравить ребят, в первую очередь, про их характер, да. Не просто было играть. Один из лидеров, да, в нашем первенстве второе место команда занимала. Тоже настраивали на такую, на борьбу. Вот. И, в принципе, так и получилось. Очень тяжелая игра. Хорошо, что забили быстрый мяч. Быстрый мяч. Потом, там, во втором тайме некоторое время противник перехватил инициативу. Но гол Газдана у нас немножко успокоил. Все-таки с такого счета, наверное, тяжело там отыграться было. Спасибо большое болельщикам. Гнали команду, да, поддерживали команду. Мы это слышим, мы это видим. Очень приятно было, что народ пришел на первое игру. Всех с победой. Вопросы? Евгений Борисович, если сравнить с осенним периодом, конкуренция составила усилилась? Ну, это однозначно усилилась, да. Потому что почти на каждую позицию есть два человека, практически равноценных. Так что, я думаю, еще и травмирные есть у нас. Так что, потенциал, как говорится, еще впереди у нас все. Я думаю, мы еще прибавлять будем с каждой игрой. Еще опасно. Евгений Борисович, вот тут вот мы расспрашивали вашего коллегу из Сызрани. У них, оказывается, отчаянное положение, они бьются за деньги. Это место, да. Вот он даже сказал, что у него вся стратегия это 27 мая, а дальше они будут решать. Будут они играть или нет. Но они на втором месте, а мы на пятом. А почему так? У Камаза большая задача, хороший потенциал. Ну, я не знаю, наверное, было упущено в первой части первенство новое, да. Большой отрыв сделали от лидеров. А вот сейчас пытаемся как бы догнать. Вот, может быть, не хватило именно весенней части побед. Именно при таких вот матчах очки теряли там с соперниками, там, с «Жи» имел. Вот с этими командами, с «Уралом-2». Вот этих очков сейчас бы и не хватает. Я думаю, мы были тоже там в тройке, в двойке там, да. Можно даже и боролись за первое место там, да, с «Мордовией». Ну, говорится, что есть, то есть. Будем стремиться сейчас оставшиеся игры выиграть, как можно выше подняться. Так можно выше подняться или все-таки закончить первыми? Что за цель? Если «Мордовия» будет терять каждую игру, я могу выиграть. Почему нет? Да, она пусть себе хоть и не теряет. Вы выигрываете безградочно. Мы это стараться будем. Конечно, каждую игру на победу играем. И так, ребят, настоят, оставшиеся игры. Ну, я говорю, много не от нас сейчас зависит. Хотя все команды ровные. Смотрите, это один из лидеров там. Волга тоже там на что-то претендует. Челябинск тоже непростая команда. Мы, «Мордовия», мы все на выезде играем. Игры. Ну, понятно, что мы будем стараться на победу играть, да. Как получится. Вы уже знаете, Ижевск сегодня сыграл как? Я даже не знаю. Не знал, что «Нефтехимик» там выиграл по ходу. Даже не как закончена. Пока не знаю даже результатов как-то сыграл. Ну, если с «Уралом-2» играть, значит выиграет. Ну, да. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok